Братья и сестры, хочу тоже начать, наверное, со свидетельства. Эти последние две недели, они очень необычные. Как уже говорил первый брат, Господь производит Свою работу и то, что происходит в нашей церкви, в молодежи, знаете, оно действительно показывает о том, что Господь начал Свою работу во многих сердцах. Я приехал на молодежный кемп, готовя определенную тему, о которой попросили братья, о двойной жизни, которая встречается у людей и у христиан. И вроде бы подготовив тему, Виталий сказал, слушай, может ты останешься на следующий день и еще скажешь что-нибудь. И я, помню, сидя в машине тогда, обратился к Богу и сказал, Господи, я хочу, чтобы Ты дал мне Слово. Молились когда-нибудь такой молитвой? Господи, я хочу слышать Слово от Тебя. И вы знаете, то, что дал Бог, я говорил на молодежном и понял, что я не могу молчать дальше, я должен сказать это церкви. Это особое Слово. Скажу, вот из своей практики, я еще такого Слова не говорил. Но я знаю, что это Слово от Бога. И хочу, чтобы вы внимательны сегодня были к тому, что Господь хочет сказать. Предельно внимательно. Я прочитаю один стих. Прочитаю один стих того Слова, которое Бог однажды сказал для людей. Книга пророка Иеремии. Восьмая глава, шестая. Шестнадцатый стих. Так говорит Господь. Это Слово было от Бога. Пророк, обращаясь к людям, которые его слышали, говорит, не я говорю. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших. Рассмотрите и расспросите о путях древних». Где путь добрый? И идите по Нему, и найдете покой душам вашим. Аминь. Удивительное Слово. Господь говорил через пророков. Особое время переживаний, проблем, отступления. Бог, обращаясь, останавливая людей, понимая, что так дальше не может продолжаться, говорил Слово Свое. И пророков было много. И Слово было разным. Но вот удивительно, через пророку Иеремию Бог предупреждал людей о грядущем бедствии. Он смотрел на человека, который жил своей жизнью, поступал так, как он хочет, и в принципе оставался народом Божьим. Бог говорил, меня ли вы не боитесь, меня ли вы не слушаете. Я тот, кто держит все в своей руке, я тот, кто положил песок пределу моря, и оно его не переступает. Я тот, который имеет силу и власть, а вы, а вы в своем безразличии иногда смотрите, слышите, переступаете ту грань, которую я поставил, и идете дальше. И вот, обращаясь, он говорит, остановитесь. Остановитесь на путях ваших, чтобы немножко посмотреть в прошлое. Посмотреть и сделать некоторые выводы, чтобы избрать правильный путь и пойти по этому пути. И найти, что? Покой своей души. Я вместе с вами хочу сегодня посмотреть в далекое прошлое, о путях древних вспомнить. И посмотреть на то, что Бог когда-то говорил, показывал. И не просто интересную историю вместе с вами сегодня вновь прочитать и услышать, а я хочу, чтобы сегодня каждый из нас услышал то, что Господь хочет ему сказать. Сегодня важно услышать голос Божий. Сегодня с самого начала служения Бог начал нам говорить через слово, через пение. Я верю, Он продолжит это делать. Остановись, посмотри на путь древний и избери тот путь, который приведет тебя к правильным отношениям с Богом. Я приглашаю вас в интересную историю, которая записана в книге пророка Иезекииля. Первые семь глав, первые семь глав, первые семь глав книги Библии, именно этой пророческой книги, они открывают удивительную историю, когда Бог в своей великой славе и могуществе открывает пророку о том, что происходит в народе, в той стране, в которой евреи жили, о том, насколько, ну, моральный упадок, отступление от Бога произошло. Он начал показывать ему картины и объяснять вещи, насколько народ в этом мире, он ушел от того понятия, кто есть живой Бог. О том, что его законы, его принципы, его уставы сегодня стали безразличны для этого мира. Его цари, князья, смотря на то, что Бог говорит с таким пренебрежением, помните, взял свиток, понимает, слава Божия, отрезает по кусочку и сжигает при всех. Слово Бога начало раздражать их, оно их не устраивало, они жили так, как они хотели жить. Ихняя жизнь, наполненная своим «я», удовольствием, своими принципами, новыми законами и правилами, увлекла их и увела далеко-далеко от Бога. Израиль ушел, выдало поклонство. И первые семь глав, если вы внимательно будете смотреть и читать, Бог открывает вот этот внутренний мир и свою боль, во что превратился народ. И сегодня, смотря на то время, в которое мы живем, и на законы, которые принимаются сегодня, и то, что происходит в этом мире, и те принципы, и правила, по которым мы начинаем жить, они так похожи на то время, когда пророки писали и говорили, уходит народ от Слова Божьего. Но я сегодня хочу вас повести в одну из удивительнейших глав, когда Бог не просто говорит об этом мире, не просто говорит о людях, которые живут в этом мире. Восьмая глава, особая глава, когда Бог показал пророку в духе те истины, которые сегодня сокрыты от глаз человека. Послушайте, Бог решил показать пророку, что происходит в том месте, которое называется Домом Божьим. Он решил показать ему то, что сегодня происходит в храме. И я вместе с вами сегодня хочу посмотреть на уроки прошлого и вместе с этим посмотреть на реальность настоящего. И я хочу, чтобы сердца наши сегодня были открыты к тому, чтобы услышать, что Господь хочет нам сказать. Господь говорит о том, что было время, когда Он подошел к человеку, который знал Его голос, слышал Его, понимал. Он пришел и поднял Его в духе, понес Его в храм, в то место, которое было свято, в то место, где была Его слава, то место, которое принадлежит Ему. Восьмая глава. Я буду выборочно читать стихи из этой главы. И перенес меня в видении Божием в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где стоял идол ревности. И вот там была слава Божия. Бога Израилева, подобно той, которую я видел раньше в видениях, в поле, и сказал мне, Сын Человеческий, подними глаза Твои и посмотри. Он в духе привел его и поставил его у входа в храм Божий. И то, что он начнет Ему показывать и говорить, никто не видел. Он показал Ему в духе и говорит, посмотри, подними свои глаза и посмотри. И он увидел, что там стоит идол. Братья и сестры, вы знаете, что такое идол? Я молодежи задал этот вопрос и говорю, знаете, что сегодня может быть идолом? Мы живем в совершенно другое время, когда люди не поклоняются резаным богам из дерева, металла. Сегодня, сегодня совсем другое понятие. Мы современные люди, но слово остается словом. И мы знаем о том, что в жизни человека есть идолы. Их очень много, они могут различными быть. для одних идолом является его работа, для других деньги, для других влечение и стремление к чему-то, что сегодня является идолом. мы, когда рассуждали вместе, наговорили много. И вроде бы правильные вещи. Но я сегодня хочу сказать и показать вам на нечто то, что Бог показывал тогда и показывает сегодня. Вы знаете, что является идолом вообще в жизни человека? Как тогда и сегодня это то, на что человек отдает свое поклонение и свое время? Ведь наши дела показывают то, что является приоритетом в нашей жизни. Не так ли? И как бы образно мы не говорили и не рассуждали о том, что есть идол в жизни человека, давайте реально посмотрим открытыми глазами на вещи, которые, вот они реальны в нашей жизни. Вы знаете, один из древних философов сказал удивительную вещь. Самое дорогое, что человек может потратить в своей жизни. Знаете, что это? Время. Самое дорогое, что ты можешь растратить в своей жизни, это время. И если это самое дорогое, посмотри, куда оно уходит. Бог каждому издал жизнь и заключил нас во времени, и Бог хочет, чтобы наши приоритеты, как церкви, как детей Божьих, они направлены были к Нему. Но Бог говорит, посмотри. Заводит его вот в двери церкви и говорит, посмотри то, что происходит. Там появилось нечто, что забирает сегодня время у детей моих, у моего народа. В прошлом я проповедь, я говорил о статистике. Упрямая вещь. Факты, которые говорят о трех вещах, без которых сегодня современный человек, ну, просто не представляет своей жизни. Еда, сон, третье, помните? Интернет. Это реальность жизни. Давайте поговорим вот о реальности, не просто, вот многие улыбаются, многие люди говорят, я готов отказаться от сна и от еды, оставьте мне игрушку мою на месте. Вы знаете, эти вещи, которые показывает Бог, на что уходит твое время, на что уходит твой приоритет. И там, где ты тратишь время, туда, куда больше уходит, вот то и является тем, чему ты увлечен и чему ты служишь. Вы знаете, насколько это отрезвляюще действует тогда, когда ты вдруг начинаешь хотя бы какие-то исследования делать или смотришь на факты, которые есть в твоей жизни. Я вчера попробовал день прожить без телефона. Я к четырем часам думал, закиплю же. Когда мы уезжаем с дома и забываем свой телефон, вы знаете, это трагедия. Просто трагедия, день не удался, все. Вы знаете, просто вот на статистику, сухую статистику посмотреть, на что сегодня тратится мое время, драгоценное время, которое у меня есть. Вы хотите сказать, что это не идол? Я не говорю, что идол является сотовый телефон, который дает мне доступ и который появился только в 1996 году. Совсем недавно мы свидетели всему этому. Но сегодня 80% населения Земли через этот маленький адвайз, он входит в интернет и сегодня просто шокируют те факты, которые, зайдя в Google, каждый из вас может узнать. Сегодня каждую секунду 70 тысяч запросов идет в поиске Google. Только в Google. Сегодня более 5 миллиардов запросов за один день проходит через поиски интернета. я вам больше скажу. То, что я пережил вчера, оно настолько меня отрезвило. Попробуйте день прожить без телефона. Вот просто возьмите для себя попробуйте один день прожить без телефона. Статистика говорит, вы касаетесь телефона каждый день более двух тысяч с половиной раз, печатая, открывая, двигая, смотря, что ваш палец касается больше двух с половиной тысяч раз телефона. Среднестатистическое данное два с половиной часа каждый человек открывает, смотрит, отсылает, получает в нем. А теперь реально сколько в день уходит на общение с Богом. Вот реально. Реально в день сколько у меня уходит на утреннюю молитву, на молитву за едой, на чтение слова. Возьмите даже служение. Я очень часто замечаю, идет проповедь или поем, а кто-то сидит. Мы даже здесь оставить не можем. В доме его. Телом мы здесь, но наше сердце, оно где-то далеко. печально, но это факт. Вы знаете, что Бог говорит, почитайте восьмую главу. Я сегодня просто выборочно показываю вещи, которые Бог открывает, открывает в своей церкви. Это путь, который прошли в прошлом, путь древних. Бог говорит, посмотри на него, посмотри на него и избери правильный путь. Идол это то, что у Бога вызывает ревность. Мы с молодежью рассуждали, что такое ревность. Это чувство эмоций. Когда маленький ребенок даже, мы врождены с этим чувством, когда ребенок видит, что к его маме подходят и начинают другой ребенок что-то брать, он начинает ревновать, он тянет ее за руку, мама, как ты меня на ручки не берешь. Ты же моя мама. Или парень с девушкой когда встречаются, когда отношения между ними строятся, и вдруг кто-то другой начинает ей знаки внимания указывать, что происходит в молодом сердце. А в семьях, что происходит в семьях, когда ты посвятил себя ей, у вас совместные дети, семья, и ты вдруг начинаешь узнавать, что этот человек начинает свои приоритеты, любовь и свою нежность другому отдавать. Вы знаете, что происходит тогда в семьях? Уголовный кодекс нарушается. Это слово использует Бог здесь. Говорит, то, что я вижу, оно заставляет меня ревновать, потому что вы мои. А то, что вы делаете, и то, что происходит в жизни человека, оно просто выталкивает меня, выталкивает меня оттуда, где я должен находиться, и где есть мой дом. Посмотрите в свою жизнь, что сегодня стало идолом, что сегодня стало идолом в твоей жизни. Это, еще не все. Это еще не все. повел меня и сказал, подвел меня к стене, говорит пророк, в ней скважина была. Он говорит, покипай ее. Он начал ее раскапывать, и вдруг увидел дверь. Он увидел дверь, и Бог говорит ему, открой ее. Открой эту дверь. Он ее открыл. И вошел ей вижу. вот всякое изображение пресмыкающихся и нечистых животных, и всяких идолов дома Израилева внутри исписана по стенам. И люди поклоняются этому. Знаете, дверь это то, что закрывает от взгляда другого доступ в твой маленький духовный мир. Это то, что никто не видит. Это то, что спрятано. Это то, чем ты живешь. И когда пророк зашел, открыв эту дверь, то, что он увидел, оно поразило его. Оно поразило его, и он начал описывать то, что он видел. Братья и сестры, сегодня каждый из нас знает, что там находится, что развешено по стенам сердца твоего человека, что написано на его скрижалях, то, что ты не хочешь, чтобы знали другие. То, что сокрыто от глаз других. Бог говорит, а я вижу все. Братья и сестры, задайте себе вопрос, что в твоем сердце есть, что ты не хочешь, чтобы знали другие. Есть такие вещи? Просто честно посмотрев свое сердце, что в моем сердце то, чтобы не знали другие. хочу. И вы знаете, Бог открывая вот это, показывая, говорит, это именно то, чем ты живешь, человек. И удивительно, здесь он говорит, это не просто к молодежи, это не просто к молодым старейшины, люди, которые уже долгую жизнь прожили, они имеют те же проблемы. сокровенное сердце Бог видит и знает. И очень часто получается, что пряча это, я живу той жизнью, которой все вокруг видят и прячу то, что не хочу, чтобы видели, ведь свою комнату я расписываю так, как я хочу. Так, как хочу я и никого туда не пускаю, а в ней вся нечистота те вещи, которые просто стыдно показать, говорить, открывать, а Бог знает все это. В ней обида, горечь, слезы, в ней непонимание, в ней пренебрежение к отношению к Богу, отношению к церкви, отношению к людям. Посмотрите, что они говорят. Эти люди в своих мыслях и в своей тайной комнате говорят, где Бог ваш? Разве вот это народ Божий? Бог оставил давно эту землю? Нет, Бог там еще был. Сердце человека оставило Бог. Он говорит, это сердце, которое скрывает все помыслы, все вещи, которые закрывает за дверь и не пускает туда никого. я знаю об этом. Повел меня дальше. Он взял меня, поднял в духе и поставил уже к дворам, дверям двора Господня. И один из стихов говорит то, что он там увидел. 14 стих. И привел меня ко входу в рат дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины и плачут о Фомузе. Братья и сестры, я сегодня не хочу рассказывать вам об этом божестве шумеров, об этом идоле, которому поклонялись женщины, о ком они плакали. Я просто, давайте я прочитаю слова из Библии о том, что происходило тогда в народе Божьем. Вторая книга Паралпоменон, послушайте внимательно. 33 глава, несколько стихов. 20 лет был Монасия, когда воцарился и 50 лет царствовал в Иудее. И делал он неугодное перед очами Господнями, подражая мерзостям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израилевых и снова поставил высоты, которые разрушил Иезекия. И поставил жертвенник Валу и устроил Дубравы и начал приносить жертвы всему воинству небесному. И во двух дворах Дома Господня ставил им жертвенники и учредил и учредил волшебников вызывающих мертвых и начал поклоняться идолам. И сыновей своих проводил через огонь, принося в жертву истуканам. Интересно здесь говорит слово «И говорил Господь к Монасии и к народу его, а они они не слушали. Они не слушали то, что Бог хотел сказать, останавливая их. Немножко дополнить хочу из четвертой книги царств, которая описывает именно то время, когда уже реформа произошла, когда народ покаялся, но вот то нечестие, которое было в то время, и что Бог показывал, и то, что происходило в народе Божьем. Смотрите, и они вынесли Астарту из дома Господня из Иерусалима к потоку Кедрон и сожгли ее там у потока Кедрон и стерли ее в пепел и выбросили на общественное кладбище и разрушили дома блудильные, которые были при храме Господнем. Это уже не внутренний мир, это реальность, которая наполнила тогда дом Божий. Он показал ему тех, которые плакали. Плакали этот ритуал, который вот поклонение Валу и Астарте, ее вот это по преданиям муж Фомузи, блуда, разврата, то, что происходит, то, что происходит сегодня в этом мире, оно действительно страшно. И мы говорим о том, что мир разложился и развратился, но вы знаете о том, что сегодня происходит в сердцах тех, кто знает истину. Страшно, но факт. Если просто посмотреть сегодня на запрос в нашей стране, на все поисковые запросы в Гугл, которые просят, чтобы посмотреть какой-то фильм или новости, послушайте на цифры. Все фильмы со всеми жанрами вместе взятыми, мультиками, боевиками, мелодрамами, комедиями и новостными агентствами, в сутки запросов проходит 172 миллиона. А вот зайти посмотреть разврат и порно 190. Это реальность жизни. Сегодня вся инфраструктура, которая направлена на фильмы, она меньше того, что направлено на разврат, который люди с упоением смотрят. И вы знаете, самое интересное, никто не видит. Сегодня в телефоне, как Александр говорит, я могу стереть, заезжая домой то, что я посмотрел и где я находился, и в моих воображениях и фантазиях улетать очень далеко. И никто не знает. Сегодня статистика говорит, что каждый человек двадцатый, человек из земного шара сегодня зайдет и посмотрит что-то из разврата. Каждый двадцатый человек. Это эпидемия, которая сегодня поглотила мир, и которая сегодня развращает человека изнутри, из его сердца. А потом мы задаем вопрос, Господь, я почему, почему Твое слово, оно непонятно для меня? Почему я не слышу Твой голос? Братья и сестры, это убивает отношение с Богом. Это убивает отношение к самому себе. Это убивает отношение в семье между мужем и женой. Это сегодня становится преградой, что молодые парень и девушка не могут построить отношение, потому что грязь. Это то, что сегодня захлестнуло мир. И это то, что сегодня видит Бог. Я больше скажу, братья и сестры, если человек не исповедует этот грех, если не будет исповедания, дьявол так и будет держать на крючке. И я слышу от многих, я столько лет молюсь, я много раз каюсь, но возвращаюсь с тоже корыто этой грязи, потому что нету свободы. если не будет исповедания, открытого признания, только Бог может от этого освободить. Он повел меня дальше, говорит пророк. Он повел меня дальше. И он поставил меня между алтарем и жертвенником. То место, которое принадлежало левитам. Я увидел там около двадцати пяти мужей, которые развернулись спиною к храму и поклонялись Богу солнце. Поклонялись Ваалу, Богу силы, Богу успеха, Богу могущества, Богу радости и счастья в жизни. Развернувшись спиною к тому служению, на которое их поставил Бог. Ничего не напоминает, дорогие. в одном православном храме, в одном православном храме шло служение. Священник говорил слово. Вот в углу у них киосок обычно маленький есть, кто был в православных храмах, знаете, где продают свечки, иконки, молитвенники. И там была надпись «Дорогие, во время служения поворачиваться спиной к алтарю грех». Я вам больше скажу. Поворачиваться к любому служению, которое ты несешь для Бога спиной, грехом является. Бог дарует каждому из нас служение в церкви, как многие сегодня меняют этот приоритет на другое, на то, что становится важным в жизни, и мое время, и мое посвящение, и то, что я делаю, оно разворачивает меня спиной, спиной к тому труду, на который меня зовет Бог. Я вам скажу, когда ты разворачиваешься спиной к служению, которому призывает тебя Бог, ты разворачиваешься спиной к Богу. Я буду заканчивать, время вышло. Сегодня у нас есть только два варианта. Когда мы слышим Его Слово, мы можем Его принять, и что-то изменить в своей жизни. Братья и сестры, есть второй вариант. Я вспоминал этот пример, когда мы были на проекте «Время верить» на северо-западе России. Была большая конференция, и один из служителей говорил этот пример. Вы знаете, есть внегласный закон метро. В метро есть внегласный закон, который не прописан ни в одних правилах, но все его придерживаются. у нас нету метро здесь, но те, кто катались, знаете. Первое, ты должен зайти вовнутрь и быстро найти себе место, чтобы сесть. Первое, быстренько, удобно сесть. А второе, знаете, что? Нужно быстро закрыть глаза, чтобы тебя не подняли с этого места. Внегласный закон метрополитена ты должен быстро найти себе место, второе, закрыть глаза, и тогда тебя никто не потревожит, ты спишь, ты ничего не видишь и ничего не слышишь и продолжаешь ехать в поезде под названием жизнь. Ты можешь сегодня просто закрыть глаза и пропустить то, что говорит Бог. Я хочу сегодня вместе с вами заканчивать это служение вспомнить последнюю встречу Иисуса Христа и мы помолимся вместе. Последняя встреча, одна из последних встреч Иисуса Христа, когда на берегу Галилейского моря горел костер. Горел костер, ученики сидели в кругу. Они сидели в кругу и, я думаю, переглядывались друг на друга. Он приготовил им рыбу и хлеб. В это утро они все молчали. Они не знали, как начать разговор. Помните, Он молчал тоже. Он тоже молчал. И вот, что в их голове происходило, и в их сердце, я пытался представить себе, ведь они знали, что Он знает все, как мы сегодня. Они понимали, что Он знает все, и слов не было. Они оставили Его, бросили. Петр трижды сказал, что я даже Его не знаю. Они разбежались и ушли, и даже когда потом узнали, что Он воскрес, они оставили то служение, которому были призваны. И побежали. Побежали опять ловить рыбу. И вот эта встреча. Господи, что сказать? Нечего. Просто нечего сказать. Они сидели и просто молчали. И тогда Он первым начнет говорить. Эта книга открывает сердце Бога. Эта книга открывает сердце Бога. Вопрос простой был. Он не стал их упрекать в чем-то. Послушайте, Он их не стал упрекать и говорить, что они наделали. Он не стал Петра гнать обратно во двор Каиаф и говорит, теперь пойди у всех прощения попроси кому-то сказать. Он просто задал вопрос, который сегодня Бог задает каждому. Помните ее. Ты меня любишь? я хочу чтобы каждый из нас проверяя свой внутренний мир, свое сердце осознав, что Бог знает все. Бог знает и видит все, каждую мелочь твоей жизни. Но удивительно Он продолжает любить каждого из нас и приглашая говорить, задавая этот вопрос. Я хочу сегодня сказать, если Слово Божие перестало звучать в твоей жизни, нету горячих молитв, нету огня, нету откровения от Бога, и ты понимаешь, что в твоем сердце иногда просто пустота, но сегодня ты слышишь Его голос, который вновь зовет тебя и говорит, если ты меня любишь, хотя я все знаю, я готов тебя принять, простить, изменить твою жизнь. Бог сегодня приглашает. Вы можете пройти вперед, склониться перед Богом. Это собрание не для всех, потому что я знаю те, кто действительно любят Бога. Их жизнь наполнена святостью, миром, чистотой, но есть те, кому нужно это слово, и поэтому оно сегодня звучит. И призыв Господний, к тому, чтобы ты в это последнее время изменил свою жизнь и поменял все отношения. Отношения в твоих приоритетах, убрая идолов и чистя свое сердце перед Богом от разврата, от нечистоты, берясь заслужения, приходил к Нему и получал от Него благословение. Давайте мы вместе встанем. Мы будем молиться Господу. Если Бог кого-то побуждает и говорит ему о том, что Он хочет, Он хочет признаться Господу в любви, вы можете сегодня выйти, склоня колени, сказать, Господь, я Тебя люблю. Битва жизни Богом всегда на скорбой жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил. Ты услышь меня мой Бог среди жизненных тревог по благе я выпился из сил. за окном бушует ветер, лещит снегом ледяным, и драку же бурит сердце, в этот вечер я дамы. Но сирившийся вопрак со слезами на очах я скорбя Иисуса умоляю. «О мой Бог, ты знаешь все на душе так тяжело, на их звучит и почти упал. Боже мой, я в жизни легкой и беспечной не хочу. Пусть страдания и скорби на пути своем найду. А в одном прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, как твоя всесильная рука. На плечах лежит в моих и среди жительских битв ободряет глазка меня. О молитва, о молитва, благодарностью горю, прославляю Божью силу. Благодать и глупе и глупу. Боже, ты в любви святой укреплял звук славы мой. Когда в путь упадал, я висит. В небесам сердечный сон, возгласился стреть тревог. Я в молитве радость получал. Отец наш небесный, мы благодарим тебя за то, что сегодня ты подарил нам время в доме твоем. За то, что сегодня еще звучало твое слово. Я знаю, Господь, что твое слово, оно не звучит никогда напрасно. Ты сегодня говорил о том, чтобы мы остановились на путях наших и рассмотрели, и расспросили. О путях древних избрали путь истины и правды. Ты оставил нам образы, которые в наставлении нам, тем, которые достигли в последних времен, Господь, звучат и открывают картины того, как жили люди до нас. Как строили отношения и свои приоритеты с тобой. Ой, Господи, я хочу, чтобы через это слово, Господь, Ты, стуча в сердца наши, изменял их. Чтобы, Господь, то, что сегодня влекет нас, забирает время, Господь, наше посвящение в служении Тебе, Господи, чтобы Ты убрал из наших сердец. Чтобы мы могли действительно, осознавая свою жизнь, служить Тебе, не разворачиваясь к спиной, к тому служению, которому Ты призываешь нас, Господь. Если кто сегодня находится в оковах, Господь, зависимости от наркотиков, от блуда, от нечистоты всякой, Господь, я прошу, чтобы Ты постучал в такие сердца. Чтобы они поняли, что только Ты можешь освободить от этого. И открыли их, Господь, и Ты навел там порядок. Чтобы стены сердца наши сгрежали, они были наполнены Твоим Словом. Чтобы это каменное сердце, которое имеют многие, оно было заменено на плотяное. Чтобы, Господь, Ты жил в жизни нашей, славился в нашей жизни. Я прошу, чтобы Ты производил свою работу, меняя, меняя церковь и приготавливая ко встрече с Тобою. Чтобы жизнь наша, наше служение и хождение перед Тобой, оно было угодно Тебе. Поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры.